Дорогие друзья, видео у меня не красочное сегодня, но я вас уверяю, весьма полезное. Что же я тут новенького понапридумала и что же мне новенького понасоветовали. И от этого совета я просто... Ой, тут что скажут, реклама, реклама воды. Ой, маразм крепчал. Что я вам сейчас расскажу? Дали мне совет. Сейчас я вот всё сделаю, всё приготовлю, а потом вы увидите видео прям вот плотного-плотного объяснения всего того, что сейчас вы увидите в самом начале сегодняшнего выпуска. Фильтрую воду. Что за вода, вы потом узнаете. Отфильтрованную воду наливаю в подготовленный чистый стаканчик. Помните, тоже видео выходило о улучшении качества воды? Фильтрованной, нефильтрованной. Здесь и лимонной кислоты, ну и так далее. У меня стакан нефильтрованной воды. Из-под крана. О свойствах нашей воды, жуткого качества, я вам рассказывала. Ну вот в регионе такая очень жёсткая вода идёт из-под крана. У нас чайник при кипячении, вот однократном кипячении, сразу даёт многочисленный осадок. То есть вот такая вот у нас беда. И мы берём лакмусовую бумажку, одну для вот этого стаканчика. И вторую вот эту воду, которую я сейчас отфильтровала. Промакиваем. И вторую промокнули. Смотрим на реакцию. Вот смотрите, получается вот это к этому относится, а вот это относится к этому. Видеокамера, конечно, не сильно передаёт вам разницу, но заметить её можно. Вот эта вот полосочка нефильтрованной воды, она соответствует pH 7. Вот она видна хорошо по цвету. А вот эта полосочка, фильтрованной сейчас отфильтрованной воды, она соответствует границе между, ну скорее 6. Вот сейчас я вам покажу на хвостике. Вот видите. Это очень хороший pH воды для полива наших с вами орхидеи. Вот даже он где-то между 5 и 6. Вот так вот получается. Мягкость воды. За счёт чего она добивается. Пойдёмте смотреть. Вот смотрите, разница очевидна. Они чуть-чуть подсохли. Прям вот проявилось. Всё очень-очень хорошо. Первая полоска семёрка, вторая полоска между 6 и 5. Где-то 5,5. А вот это у меня прибор, который измеряет количество солей в воде. Опускаем его в нефильтрованную воду. Самую обычную, водопроводную. Почти 300 ppm показатель. Он постепенно увеличивается. Видите, 296. А теперь мы сейчас с вами измерим воду, на которую воздействовало то, что сейчас я вам покажу. И опускаем воду сюда. 266. Она вот 5. Видите, она уменьшается. На 40 ppm меньше получается, да? Что ж такого я делала? Как я уменьшаю количество солей в этой жёсткой воде? Не только влияю на мягкость. На мягкость воды может повлиять даже лимонная кислота. Смотрите, при добавлении в нефильтрованную воду лимонной кислоты несколько капелек. Вот так вот я накапала. Смотрим состав солевой. Было 300, стало 250. Даже вон, 245 уже, видите. Так, это хорошо. А вот в эту воду, которая специально была подготовлена, тоже я сейчас капнула несколько капелек, где-то капелек 10 лимонного сока. Смотрим. Было 260, стало 180. Офигеть! Показываю вам, как я добавляю щавелевую кислоту в 5-литровые банки. Вот, вода просто холодная, с холодного крана. 5 литров в каждой банке. У меня вот эта ложечка 1 мл. И я беру 1 мл, если по весу воды, то 1 грамм, да? Я уже знаю, сколько взять щавелевой кислоты для того, чтобы добавить воду, которая имеет определённую жёсткость. Я её измеряла. Вода очень-очень жёсткая, имеет много солей. И эти соли при добавлении щавелевой кислоты оседают в сильный осадок. Это то, что мне нужно. Вот где-то вот столько. Пол ложечки в 1 мл 1 грамм. На 5 литров водички. И так в каждую баночку. Здесь как бы я не делаю прям таких вот точных измерений. И сюда. Если 10 литров воды у вас, бывают такие большие банки или вёдра, на ведро 10-литровое, нужно взять неполную вот эту вот 1 граммовую ложечку, совсем неполную вот в уровень, вот так снять лишнее и добавить на 10 литров. На 5 половинка. У меня вот такая щавелевая кислота, дегидрат. Я покупала её на озоне. Цена, по-моему, 100, 100 там с небольшим рублей. Посмотрите, колдовство пошло. Видите, что делается? Сейчас я камеру возьму. Видите, мутнота пошла. Муть. Резкое, резкое выделение солей. Вот в банке. Видите? Здесь то же самое. Вот здесь первое я добавила. Здесь активнее. Вот прям ползёт, ползёт. Видите, муть наверх. Щавелевая кислота начинает растворяться. Сейчас, буквально через 3-4 минуты, банки станут мутными. Прям вот видите, на глазах всё происходит. О, какая муть идёт. Гляньте. Очень хорошо видно. Я уже месяц практикую этот метод. Мне его посоветовали. Девчонки написали, биологи. Они говорят, «Ирин, пробуйте. На качество воды влияет только положительно. Вода становится мягкой. Растения реагируют замечательно. Уменьшая жёсткость воды, мы делаем воду мягкой». А мягкая вода – это самая прекрасная формула, которая возможна для полива растений. Не сразу я стала вам показывать. Естественно, экспериментирую уже месяц. Растения отлично реагируют на полив такой водой. И вот спустя месяц я вам теперь показываю, что и как я стала делать. Это то новшество, которое мне посоветовали. Смотрите, какая мутная вода. Муть идёт наверх, наверх, наверх. И здесь пошла муть. Вторая банка. Посмотрите, какая муть. В воде выходит. Превышать норму добавления щавелевой кислоты можно, если у вас дико жёсткая вода. Но превышать совсем немного. Щавелевая кислота нейтрализуется. Она вступает в реакцию с солями. А вот здесь у меня, видите, вода подготовленная. Я, когда соли оседают, переворачиваю аккуратно бутылку, сливаю верхний чистый слой. Внизу, естественно, она бутыхляется. Внизу поднимается вот эта вот взвесь вся. И я потом её фильтрую через многочисленные... Складываю обычную ХБ салфетку. Вот такая, видите, она вся вот уже как выглядит. О, вот здесь вся муть, которая оседает. Вот она видна прям. Видите? О, вот она. Я мешаю банки. И они полностью становятся мутными. Сейчас вода разойдётся. Всё. От былой прозрачности не осталось и следа. Сколько стоит у меня вот эта вода и сколько она у меня подготавливается. Если есть возможность, сделайте заранее. Лучше, чтобы это происходило три дня. Но иногда бывает, что я через сутки вот уже вижу, что всё то, что превратилось вот в такой осадок мутный, оно через сутки уже будет на дне. Уже к вечеру даже всё это осядет. Но не до конца. Через сутки вода становится прозрачной. Весь осадок он оседает вот здесь. Если есть у меня время, как я вам сказала, то я готовлю заранее и жду три дня, трое суток. Вот тогда уже просто эффект он закреплён. Достала. У меня вода специально стоит. Видите? Вот здесь она прозрачная абсолютно. А всё ненужное собралось внизу. Вон она осадок. Видите? Это ещё... О! Смотрите, какой он сильный осадок. Вот это всё, что в воде, получается, сейчас здесь появилось, оно всё осядет. Потом со временем эти вот кристаллики осадок высолы, они становятся крупнее, плотнее. О! Вторая банка. Видите? Как доставала, отребухнула её чуть-чуть. Всё, всё вон оно пошло в воду. Ну ладно, эту воду я с ней использовать не буду. Она осядет. Вот так. А наверху всё уже кристально чисто. Видите? Всё, я ставлю на отстаивание, на трое суток минимум. У меня, знаете, удобно. Я сейчас просто как делаю? Партиями поливаю растения свои. Готовила там, допустим, 7-10 банок вот таких. Мне хватает там полить, например, зимний сад. Наливаю новую партию, добавляю опять чайливую кислоту, ставлю, жду 3 дня, поливаю следующую партию своих растений. Вот так сейчас я влияю на качество воды. Уменьшаю жёсткость, улучшаю свойства воды. И поливаю своё растение мягкой водой. Поэтому, девчонки, кому интересно, сегодня вот такая информация для вас.